Здравствуйте, дорогие зрители и зрители моего канала. Жанна Гельтнумер, с вами Жанна из Германии. Вот такой прекрасный сегодня день. Солнце выглянуло. В общем-то, уже весна наступает полным ходом в Европе. И становится тепло и солнечно. Я люблю такую погоду, потому что еще нет пульцы. И народ не мучается аллергии. Ну, очень много здесь травок-муравок. Так, подснежники, кстати, уже цветут. А я решила, что самое то еще. Сделать дополнительное видео. Уход за зубами. Какие есть девайсы. Такие мелкие, недорогие, которые тоже вам, возможно, понадобятся для того, чтобы ваши зубы всегда были такими блестящими, светлыми и красивыми. По своему опыту я решила поделиться лучшими средствами. Может быть, есть еще лучше. Кто знает, я не знаю. Ну вот, приступим. Сначала такие вот маленькие девайсы, которые есть. Вот такая вещь. Это у нас для Dr. Best. Для очистки не зубов, а языка. Ну, вы знаете, что язык у нас такой ворсистый. И там скапливаются тоже микробы. Язык надо чистить утром и вечером. Вот у него две поверхности. Вот эта резиновая, вот эта вот такая вот пластмассовая. Хорошо моется и чистится. Если вы не хотите такой девайс покупать, то можно, в принципе, и простой ложкой чистить язык. Чайный. Ну, вот это вот такая вещь интересная. Потом второй девайс. Это вот такое вот зеркальце для зубов. Очень удобно рассматривать, есть ли у вас зубной налет или нет на зубах. О борьбе с зубным налетом я уже повезла в предыдущее видео. Посмотрите, какие девайсы есть. Ультразвуковые сейчас зубные щетки есть. И есть еще, кстати, зубные пасты. Была у меня зубная паста, которую накладываешь, и там какие-то реагенты из соли, они размягчают зубной налет, и он хорошо убирается. Потом есть такой вот походный девайс. Тоже беру с собой в путешествие. Две штучки у меня. Вот такой. Напальчник. И чистятся зубы. С внутренней стороны хорошо чистится, с наружной. Продается вот такая штучка в отделе для малышей, для бэби. Это вообще-то чистите детям зубы, младенцам. Полость. У меня две штуки. Чем хороша эта вещь? Тем, что вы моете ее мылом, и она всегда у вас чистая. Ну, вот видите, у меня ниточки торчат, потому что я все-таки это пользуюсь им. Рекомендую. Отличная вещь. Сама как-то я дошла до такого, что нужно вот такую вещь. Особенно хорошо брать в отпуск, в поездки, когда вы не хотите брать свои девайсы, огромные вот эти вот ультразвуковые щетки, регаторы. Ну вот, на 2-3 недели вполне. Потом я хочу сказать, одна из лучших нитей зубных это от Oral-B. Ультрафлосс. Почему? Вот сейчас открою. Посмотрите, какая большая тут. Как много. Это я уже много использовала. Не так. В общем-то, она дорого стоит, но, видите, там промежутки такие вот голубые. это мятным средством помазано. В общем, там мята присутствует. Так. Вот смотрите, она, видите, она вот здесь вот такая вот тоненькая, плотная, а здесь она такая вот нитка. ну, можно сказать, как пенка. Она такая пушистенькая. Почему я рекомендую эту нить? Потому что в основном зубные нити, они вот такого качества. во-первых, они ранят десну. Ну, такие синтетические нитки. А вот такие, они, знаете, они налет между зубами хорошо счищают. Вот в эти промежутки отходы производства втягиваются. И, в общем-то, тут большой объем зубной нити. Ну, по-моему, около 4 евро это стоит. В общем, по своему опыту использовала я много зубных нитей. Для меня вот это самое лучшее. Другие у меня рвутся. Вот это не рвется. Не оставляет частей. потому что нитки иной раз они как-то ворсятся и остаются между зубами. У меня проблема у меня очень скучные зубы. Наверное, сделаю еще одно видео почему скучные зубы и стоматологические слуги в СССР. Так, одевайся в перешли таких вот. Ну, вот, в общем, хочу сказать, что вот этот Oral-B Ultra Floss это самая лучшая зубная нить. Цена, во-первых, недорогая при таком огромном объеме 50 метров. 50 метров зубной нити. Так, значит, полоскаю я Meridol. Я считаю, что Meridol для полоскания зубов самое лучшее средство. С Meridol я знакома давно, как появились зубные пасты на субетском, не советском пространстве, а на постсоветском пространстве. Сначала я купила пасту от кровоточивости десен и паранатоза. Это единственное, что мне помогало в Российской Федерации. Вы сами знаете, в Российской Федерации ужаснейшая, ужаснейшая вода. Когда я приезжала на короткий срок в Россию, у меня сразу начинали опухать и кровоточить десна. Сразу же, с первого дня. Здесь в Германии нет, здесь в Германии хорошая вода, ее можно пить из-под крана, она такого красивого голубого цвета, она белая. Туда же белье, например, белое покупаешь, и оно долго не серия, это вода белая, прозрачная, даже с голубым таким подсветом даже, ну, как в бассейне смотрите, такая голубая красивая вода. В общем, она такая прозрачная, красивая, и у меня нету здесь проблем с зубами. Так что пробовала я L-Max, есть еще L-Max для полоскания зубов. Я же рассказывала уже по Пею с моим больным зубом, и как мне говорили, полоскать и полоскать. Вот я покупала L-Max и Meridol. От L-Max у меня еще больше раз болелся зуб, и это не помогало. Я не знаю, что они туда в L-Max вкладывали, там может быть какие-то сахара, я не знаю, но у меня еще больше болели зубы, зубы от него. От этого у меня приставал болеть зуб, видимо, какие-то там вещества, которые вот это останавливает бактериологический процесс. Его хватает надолго, я как уже рассказывала, что я его разливаю вот в этот девайс, ирригатор. В общем-то, вот полоска, и можно еще разбавлять его в стакан с водой, тоже полоскать. Кому как. Ну, долго его хватает, по-моему, стоит он около 5 евро. Ну, потом мои эти зубочистильщики, они, по-моему, позапрошлым году порекомендовали мне Элмек-желе. Я вам тоже рекомендую. Стоит она, по-моему, около 10 евро, ну, ниже 10 евро, но тут уже второй год. Это используется один раз в неделю, то есть написано один раз в неделю. такое прозрачное желе. Его надо, использую я его на простую зубную щетку, надо одну маленькую капельку, как использовать? Лучше его использовать на ночь. Почистили зубы, ирригатором прошлись, все у вас чистые, чистейшие зубы один раз в неделю. Капельку на зубную щетку, и, значит, чистите со всех сторон, с трех сторон зубы. Она сильно пенится, так, прополоскали, выплюнули, рот не надо полоскать. Вот, что у вас осталось, вот этот налет от этой зубной пасты, не зубной паста, а средства, он как-то там что-то там делает, и, как они обещают, что это хорошая профилактика, и помогает от кариеса. Так, вот с такими девайсами я закончила и средствами. Вот эти вот зубочистильщики мне порекомендовали, такие есть зубные зубные. Я хочу сказать, скорее всего, я этим зубом испортила себе зуб, и начался у меня кариес. в общем, я не рекомендую ёршики. И почему? Не рекомендую ёршики людям, у которых расстояние между зубами очень небольшое, как у меня, у меня скучный зубов, и не рекомендую у кого слабая эмаль, у меня слабая эмаль. потому что ёршик там металлическая вещь, и когда вы так делаете, вот этот металл видимо натирает эмаль, и у вас начинается кариес. Поэтому здоровые зубы, конечно, пользуйтесь этим ёршиком, но я хочу сказать, что я лучше пользоваться вот этой нитью, она намного эффективнее, и она эмаль не сдирает, тоже хорошо очищает. Я так думаю, что вот я этим ёршиком как раз и испортила себе зуб. Так что вот так вот. Не рекомендую у кого слабая эмаль, и маленькое расстояние между зубами. Ну вот теперь, наверное, так как я уже про си-девайсы закончила, расскажу про стоматологию в СССР. Ну кому интересно, послушайте. Помню я стоматологов я сразу скажу, с четырёх лет. Отлично помню эту поликлинику, где она стоит, и вот какие там были аппараты. Вы даже представить не можете, это же ужас, ужасно было. Там такой запах всегда стоял, такой вонючий, и такой такой звук ужаснейший. Ну чтобы туда, почему у меня мама приводила зубы выдирать. Ну зубы детям нужно выдирать вовремя, а то вот вы такие кривые зубы потом торчать. И что они там отвлекали меня, каким образом я помню, они давали в подарок мне пузырьки из-под лекарств. Ну ребенку что бы там, что не дали, все хорошо. Играл с этими пузырьками, в это время они меня выдирали зубы. Что хочу сказать. Видимо, врачи порекомендовали моей маме, она значит, что мне нужна пластинка на зубы. Я помню этот поход к этому доктору, который расправлял челюсть. Помню даже этот дом, где стоит до сих пор, что там был стоматологический кабинет. Мы туда пришли и вот у меня как раз на счет этого зуба. Ну они сказали, да, в общем, челюсть стоит неправильно, зуб, значит, надо выпрямлять вот таким образом. А так нажимает на меня и надо так выпрямлять. Ну так как маман мной не занималась. Потому что надо заниматься и говорит ребенок, давай делай или самой маман делать. Но она не занималась этим. И у нее с зубами все нормально, так она считала, что зубы ребенка это его проблема. В общем, они не хотели мне пластинку ставить, потому что не хотели. Хотя в Германии, например, пластинку поставить, зубы исправить, это, по-моему, без оплаты. Без оплаты. Тут даже, знаете, если такие вот уши торчат у ребенка, как у чебурашки, ему делают операцию бесплатно, чтобы не торчали уши. Косметические операции. Это, по-моему, до какого-то возраста. Если такие уши, делаются бесплатно. Ну, естественно, пластинки тоже в упрямлении челюсти. В общем, они сказали, что у нас очередь, вот давайте, типа, таким образом выпрямляйте. Так как я с братом, у брата были проблемы тоже с челюстью, я с ним ходила, и он челюсть выпрямил. Пластинку вставляли. И когда я ходила с ним, я говорила доктору, я хочу тоже пластинку, давайте выпрямляйте внизу. В общем, они меня поставили в очередь на эту пластинку. Пока очередь дошла, это было, по-моему, уже лет 16-18, они мне сказали, все, ади, иди отсюда, твой возраст вышел. Вот такая бесплатная медицина в СССР была, вот такая забота о детях. Так что вот так имейте в виду, никакой заботы не было о зубах, о зубах и о челюстях, и о красоте не было никакого, да что вы. Ну вот брат был, у него, видимо, был ужаснейший случай, он, в принципе, давно мог выпрямить свою челюсть, но он, так как он не одевал ее, боялся, стеснялся, в общем-то ходить с этой пластинкой, чтобы на нем не смеялись. А тут, например, в Германии так это прививает, ну и ту же красоту делают, там цветочки, бабочки какие-то там, и детишки ходят, и все вполне, и потом они становятся красивыми и здоровыми, потому что же эта проблема, вот это, что челюсть неправильная, это же очень большая проблема потом, вы неправильно жуете, потом проблемы за здоровьем начинаются. Так что вот так вот, Брателло, значит, я вот с ним ходила по этим больницам, возила его, носите приемы, зубы-то ему поставили нормально, челюсть ему выпрямили, зубы поставили ему нормально, а мне сказали, давай иди отсюда, возраст уже выше, хотя все это неправда, и исправить этот зуб, и челюсть можно в любом возрасте сейчас. в Германии плати и денежку 5000 евро и тебе исправят. Так, по поводу, почему у меня еще с таким слабой зубом, когда я ходила на прием к врачу, у нас была клиника, есть у одного товарища, хорошая клиника, кстати, он каждый год ездит сюда к нам рядом в Уперталь, к какому-то профессору, и обучается ему по месяцу, новые технологии, туда-сё. В общем, тут он обучается каждый год, откуда я это узнала, потому что я была у него на приеме, и он мне об этом сказал, что вот он ездит туда, Гроет, совсем рядом с нами. Вот он туда ездит обучаться к профессору, почему он там ездит обучаться к этому профессору, потому что там у него ассистент, и у него какие-то тоже патенты, она разговаривает на русском, она русскоязычная, ну, Нинка выехала, в общем, поэтому он, он, видимо, туда ездит. Ездит он, по-моему, лет уже 10, если не больше. И у него клиника сверху ещё, косметологическая клиника, всё там оборудование из Германии, кстати. Так, вот, что ещё интересно, вот он мне сказал, у тебя проблемы с зубами, потому что у тебя скучны зубов, и тебе надо их расширять. Ну, пластинку ставишь, расширишь, всё это выпрямляется, и у тебя будут зубы намного здоровее. Ну, когда я мужу говорю, вот надо бы выпрямлять, он говорит, ну, это 5000 евро стоит. Потом, страховка тут оплачивается, ну, так как приватные пациенты, мы позвонили, узнали, сколько это всё стоит, они такие говорят. мы оплатим какую-то часть, если, значит, доктор скажет, что это вам необходимо, и если он напишет план лечения, вот вы этот план лечения присылаете, и мы уже тогда рассматриваем, будем мы оплачивать какую-то часть, может, там они оплатят 30% или 20%, но всё равно деньги, естественно. Так что, вот так вот поеду в Виттон и спрошу об этом, что и как у этого специалиста, скажу, что вот вроде как бы мне рекомендовали, что он про этому поводу думает. Но я, конечно, хотела бы исправить, зачем мне надо такой зуб кривой, потому что, во-первых, этот кривой зуб, он и здесь вот не так ровно идёт, ну, во-вторых, чистить тоже тяжело там между зубами. Я бы, конечно, вот здесь вот всё, конечно, бы расширила и всё такое. Ну, как вот раньше делали, типа, много зубов, лет, думаю, что 20 назад, как в Германии делали, вот я разговаривала с одним немцем, он говорит, ну, говорит, моей дочке тоже была скучность зубов, выдирали какой-то один зуб, ставили пластинку и, в общем, так растягивалось. Потом моя знакомая тоже, у неё был кривой зуб, она его просто выдрала и, в общем-то, зубы, они же двигаются, зубы, и, в общем, они у неё постепенно встали, равномерно, сами. но я как-то не хочу выдирать зуб, зачем, надо жить до 100 лет и чем-то потом жевать, 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 не хочу, там, здесь коронки, пластинки вставлять, всё-таки своё, это своё. Так что, вот так вот. Ну, сделаю потом ещё видео, вот эта поездка бит, она шла, мне врач сказал, и, возможно, это вам будет интересно, но я хочу сказать, что ничего хорошего в бесплатной медицине в советские времена не было, были огромные очереди, и вот видите, меня вообще там конкретно продинамили, если бы, конечно, моя маман занималась мной и ходила бы, всё было бы нормально, но она мной не занималась, я насчитала, что, ах и ох, ну, как вы знаете, вообще, во-первых, мальчиков в России мало, и с ними вошкуется, и мушкуется, и поэтому такие мужики в России бестолковые, потому что, а женщины очень, в основном, массе умные и активные, это мне даже сказал немец, что, что богатство России это же просто женщины, а мужчины вообще бестолочи, даже в бизнесе, он сказал, вот, лучше иметь дело с женщинами в бизнесе, чем с мужчинами, во-первых, мужчины, если они какие-то, они, во-первых, эрогантные, какие-то, достигают каких-то постов высоких, они высокомерные, вот, например, мой муж, он приезжает там по бизнесу с Россией, с Москвой, он говорит, мне неохота с ними общаться даже, они, говорят, эрогантные, высокомерные, я говорю, откуда, с Москвы, я говорю, ну, что-то хотела, ну, в общем-то, высокомерные, ну, тут люди, немцы, они, может, и кажутся высокомерные, они не высокомерные, у них просто, вот, просто это такой, не стиль общения, ну, она так общает, ну, как-то вот так они воспитаны, но они не высокомерные, ну, такого нету, и мой муж говорит, у меня нет желания с ним общаться, но высокомерные, я говорю, зачем тебе с ними общаться, если у тебя, и так, вот так вот проблем хватает на работе, тебе есть с кем общаться, тут со всех сторон жмут его, европейские крупные фирмы, все ждут, ждут, ждут от него быстрее, продвижение его продукта, я говорю, ты без России обойдешься, тем более Россия, это небольшой рынок, кто-то думает, что Россия большой рынок, маленький рынок, самый большой рынок, это Китай, Индия, сколько там миллиардов людей живет, Россия, очень маленький рынок, очень большой рынок, это вот Индия, Китай, в основном немцы и бизнес делают с Индией и Китаем, так вот, вот такая вот тема, зубная, политическая, экономическая, надеюсь, я вам помогла, на кое-какие продукты навела, до свидания, мои дорогие, до свидания, подписывайтесь на мой канал, если хотите, если хотите, отписывайтесь, в общем, никто никого не держит, я вот как-то так вот, тоже, на кое-кого подписано, когда что-то неинтересно, тоже отписываюсь, но я вот, кстати, смотрю, вообще не, не раскрученных блогеров, не которые за 100 тысяч, но за 100 тысяч, я только смотрю, вот Геннадия Балашова, все, ну и так вот, лучший, я считаю, политик на постсоветском пространстве, очень умный человек, очень образованный, на кого можно равняться, молодежи постсоветского пространства, потому что он дает очень правильный, нужный совет, так что вот так вот, я так смотрю, вот там, у кого больше тысячи и меньше, в общем-то, меня это устраивает, и вам так советую, не ведитесь на крупных, там, подписчиков, иной раз там посмотришь, там по 100 тысяч, такую ересь несут, ну, в общем-то, в принципе, гения, они, гения, гения, типа таких, как Панасенков и Балашов, они не для больших масс, в общем-то, вот так вот, мое такое мнение, вот так вот, до свидания, видео получилось очень длинным,